так и так дорогие друзья все мы собираемся на на сорок первое занятие у нас еще сорок первое занятие кто первый приходит в бэтмидраж кто забирает награду всех наверное яков шатадин или виктор комиссаров нет виртуальный бэтмидраж а их перегоняют обычно да давайте кто у нас 1 напишите в комментарии кто первый зашел и мы сегодня прямо за львом залом саша шашма шмалун саша шмалун я зашел первый класс поздравляю значит все награда у саши как равноценно наградам всем это есть очень интересный спор значит есть такая такой способ учить тору называется и сар и сахары зулун и сахары зулун это как как было два брата и один из них он занимался торговлей бизнесом и он обеспечивал и сахара зулун занимался бизнесом он обеспечивал и сахара деньгами и награда торы который изучал и сахар она распространялась на них двоих и сейчас тоже есть некоторые люди которые берут кто-то учит тору он говорит я хочу посвятить свою жизнь духовному росту именно служению богу а кто-то говорит а я хочу работать но я хочу чтобы смысл моей работы был в том чтобы я обеспечивая финансовом плане людей которые учат тору и таким образом я хочу получить от них половину награды за их изучение торы и и вот тут возникает главный спор знаете какой между мудрецами если человек учит тору целый день а второй его обеспечивает и они договорились по договору и сахары зулун что тот кто учит тору он отдает половину своей награды теперь вопрос вопрос на таком он отдает то есть вот он выработал 100 киловатт духовного света да он 50 отдает и 50 ему остается или же ему 100 идет и тому 100 идет есть разных два мнения одни говорят что это как пламя свечи то есть если я у меня есть свеча я зажигаю этой свечой другие свечи у меня не убывает я поджог и это пламя распространяется дальше то есть у меня не убывает пламени самого другие говорят нет мол половину отдает и я слышал как один раввин был очень такой великий раввин и все хотели ему дать деньги чтобы получить долю в его изучении тора в его служении богу а он не хотел продавать но его там один уговаривал уговаривал он говорит хорошо договор на условиях если у меня вычтут я тебе не продавал но если по тому мнению что она одинаково равноценно то есть не то чтобы я потеряю что-то а именно и я заработаю ты тогда тогда сделка состоялась да и он взял у того ну в деньги какие-то на постоянную учебу и в принципе делали так делали так очень многие очень многие так делали в раньше это было очень принято когда богатый человек он первое любой богатый религиозный еврей он обязательно выдавал свою дочку замуж за мудреца торы мудрец и брал этого мудреца на обеспечение это было принято во всех во всех религиозных семьях причем интересно что были такие семья религиозные это очень известно например я недавно узнал чай высоцкий чай высоцкий ну есть в израиле сейчас у чая высоцкого 80 процентов рынка израиля значит высоцкий а до революции была даже поговорка такая что сахар бродский чай высоцкий а потом вся россия троцкий забрал но это самое но в россии у него было это читал статью про его семью у них было 35 процентов российского рынка чая но как у него появился этот откуда взялся высоцкий он учился в ешиве ураби строя салантера учился в ешиве закончил воложен а потом он получил благосостояние начал заниматься бизнесом и буквально за несколько за несколько лет 30 процентов чайного рынка россии он получил еще до революции потом его дети отошли от торы и они спонсировали эсеров они стали социалистами и они спонсировали первую первую революцию которая была до коммунистов потом пришли коммунисты и все у них забрали и они сбежали из россии без денег открыли чайные дома в европе потом пришли нацисты и все уничтожили все забрали и осталось из огромной семьи высоцких осталась только одна ветка которые уехали в израиль были настроены на то чтобы заселять святую землю и ехать в израиль и именно та семья которая уехала в израиль сейчас 80 процентов чайного рынка израиля принадлежит чай высоцкий самый ну там известный чай по всему миру тоже экспортируется но интересно как это все работает да что тора это дерево жизни за которую надо держаться хорошо теперь мы продолжаем изучать притчи где царь соломонам открывает суть как работает мироздание и мы дошли значит до этого нам рассказано было дважды повторено что бог ненавидит все качества 6 качеств который бог ненавидит а седьмое он ненавидит больше чем все остальное это конфликты скандалы суды то есть это бог не любит мы знаем теперь а что бог любит с двадцатого отрывка он говорит 1 сор вне митсват алиха значит первое что бог любит это чтобы сынок он говорит сохраняй держись за фазерс команды на английском за папыные команды команды за за приказы митсва это бог сказал это надо делать когда ты делаешь то что бог сказал делать ты выполняешь его волю а пертьевод мучили делай его волю как ты делаешь свою волю то есть ты соединяешь свой рацион свое желание свое намерение с намерением бога чтобы он сделал твою волю как его потом цадик попросил бог сделал то есть если ты в резонанс свою волю включаешь с волей бога и ты идешь выполняешь митсвот и особенно если ты это делаешь преодолевая свое сопротивление придать преодолевая сопротивление своего эго своего животной своей натуры чем больше ты преодолеваешь сопротивление тем у тебя больше награды за эту митсву и ты как как тренажер и великие праведники они преодолевают у них постоянно идет война вот у меня я вчера вечером с сыном разговаривал интересно было я ему говорю вот где же я ему рассказываю что у меня было такое вот не хотела что-то делать там и вот я эту митсву рассказываю ну как я здесь там в киеве вот бы мисс ротные фэш преодолевая себя выполняют там тут я поучился на работу но не пошел тут я задержался тут какой-то митсву сделался говорю ты там решили сидишь говорю в раю у тебя вообще никаких нету вот этих внутренних споров он говорит как нету говорит я сегодня говорит сидел но это было вчера пятницу можно было четверг уехать домой и он говорит я у меня голова чуть болела я мог 4 уйти из ешивы а мог 8 уйти и у меня такая борьба была я досидел до 8 но то есть не ушел 4 а именно ушел 8 но внутренняя борьба тоже есть вроде и ты можешь уйти вроде тебе ну как бы есть отговорки и ты себя преодолеваешь то есть где бы ни находился человек на какой бы ступени своего свои работы по близости к богу не находился у него идет война то есть у каждого из нас внутри идет война между святым божественным и животным и это война есть у всех абсолютно и у великих праведников у них это война просто очень на тонких нюансах таких но у них тоже есть эта война так сказал нам сказал нам царь соломон держись за заповеди то есть просто есть commandment есть приказы бога делай делай то что он сказал в альте то что рад и меха и тогда ты не отодвинешься от торы твоей матери то есть тора это учение вот мы сейчас сидим учимся в принципе интересно классно поучились что-то там узнали и так далее а вот выполнять заповеди это сложнее так вот нужно как бы сделать акцент на выполнении заповеди и тогда ты от торы не отойдешь если же идет наоборот то и тору учишь на заповеди не выполняешь даже не так молдым объясняет по-другому он говорит что если человек делает заповеди уже он делает ему не надо собой бороться чтобы их объяснить торы то есть ему тора будет ложиться очень хорошо все объяснять будет ему будет понятно зачем почему он делает если он не делает заповеди и не хочет их делать и он хочет наоборот их не делать то и то тогда он будет всячески переворачивать тору отрицать сомневаться это не доказано кто сказал что это так а может это не так а может мудрецы придумали но все вот эти отговорки потому что он не хочет выполнять заповеди он не хочет, он приказы Бога не признает. Он признает приказы какие? Своего сердца. Я хочу есть запрещенную еду. Все. И я не поверю в Тору до тех пор, пока я хочу есть запрещенную еду. Это психология людей, которые сомневаются. И все сомнения, потому что он... Но если бы он ел, сказал, все, я приказ Бога выполняю, а потом разберусь. Как сказали евреи, когда получали Тору, они сказали, наосевы нишма, сделаем, а потом разберемся. Это как раз вот единственный путь к Богу. Сделаем, а потом разберемся. И когда ты делаешь, то ты потом разберешься, и ты поймешь такую глубину в том, что ты делаешь, что... Понятно, да? Значит, дальше 21 отрывок. Кашрем аль-либеха, тамид. Андем аль-гар-гаратеха. Значит, привяжи их на сердце всегда. И другим тоже глаголом, но это то же самое. И привяжи их на свое горло. Значит, у человека есть два способа, два способа, которым он работает с информацией. Первое, это мышление. Второе, это разговор. Причем мышление тоже идет через разговор. Теперь, если ты заполняешь свою голову словами Торы, Торы. То есть, вот мы сейчас, например, занимаемся. Я очень прям блинэдер, я сегодня постараюсь сделать, чтобы я раньше давал еще, ну, ссылочка на этот текст на русском, на перевод. И были мои, как бы, короткие заметки. Сейчас я перестал это делать. И вот перестал, и каждый раз думаю, надо сделать, надо сделать. А долг накапливается же. Пятой главы нету, шестой главы нету. И уже очень много. Надо сделать блинэдер. И вот тут, смотрите, как это работает. Первое, завяжи их на свое сердце всегда. Значит, вот я, например, сейчас я вам блинэдер, но я сказал, я это сделаю. Но я же про это забуду. Почему? Потому что у меня сердце, это мышление, оно занято постоянно, у человека мышление занято текущей ситуацией. То, что, ну, вот, то, что в данный момент у него перед глазами. И я знаю, что я выйду отсюда, и у меня перед глазами будет одна информация, другая информация, третья, четвертая. Поэтому, что я сейчас сделаю? Чтобы у меня это было перед глазами, я должен записать это. Правильно? Я сейчас запишу, что мне нужно все-таки Мишли, вот я пишу, Мишли перевод, перевод. Все, чтобы сделать, Мишли перевод. И я это записал себе. Теперь оно у меня, видите, перед глазами. Мишли перевод. Вот. Ну, видно, да? Слова Торы, если ты их с глаз убираешь, то они, они исчезают из твоего сознания. Поэтому нужно все время возвращаться к ним, все время, значит, завязать их прямо на, на свое мышление. Повторять устно, везде развешать какие-то картинки, надписи, заучивать вот эти вот отрывки из Торы, которые такие мощные, которые бы ты хотел, чтобы они у тебя звучали внутри. Заучивать их наизусть и повторять их, повторять. И завяжи их на горло свое. Их надо повторять вслух, потому что, когда ты вслух повторяешь, ты формируешь свой мозг. Понятно? Теперь дальше. И что будет тогда? 22 отрывок. Когда ты будешь вести, тогда тебя это будет вести. То есть, человек, когда он по жизни идет, это имеется в виду не просто ходьба, а жизненный путь, когда он живет, ему нужно все время принимать решения. И решения, которые человек принимает, он их принимает, исходя из той информации, в которой заряжена его голова. Если у тебя слова Торы активизированы внутри, и ты принимаешь какие-то решения, то тогда они будут тебя вести слова Торы. То есть, если ты выполнил предыдущий отрывок, что завяжи их на свое мышление, на свое сердце, и повяжи их на свое горло, произноси их, то тогда, когда ты будешь идти, они будут тебя вести по жизни, по жизненному пути. Ты будешь делать выборы, которые будут тебя вести в сторону Бога, успеха, жизни и так далее. Бешахбеха тишморалеха. Когда ты будешь ложиться, они будут тебя охранять. Значит, ночь, опасное время, и если человек ложится спать, и особенно раньше, это было дико опасное время, если у него слова Торы в голове, значит, он себе там и на небе создает, и всяких вредителей он отгоняет, и сны ему будут хорошие сниться. Самое, вот я проверена на мне вообще, если вы хотите быстро уснуть, перед сном открываете книгу Торы, открываете, смотрите и засыпаете. То есть, это Ецарара сразу выбивает, лучше всего. Вот у кого бессонница, я по себе знаю, учите Тору, перевозбудился, все, все, значит. Когда будешь ложиться, она тебя сохранит, и когда ты будешь просыпаться, она будет с тобой, то есть, когда человек просыпается, то же самое, очень важное время настроиться на будущий, на день перед тобой, который мы, когда просыпаемся, говорим, первое, что нужно сказать, это То есть, это как бы настройка, первые слова, которые ты должен произнести, просыпаясь, это благодарен, помнить, что ты есть, потому что Бог этого хочет, и первое качество, это благодарность за то, что ты есть, они, и потом только идет я со своими желаниями, первое благодарен, потом я, Лифанеха, перед тобой, это когда утром слова Торы, они тебя прям сразу включают, дальше, я сегодня, кстати, с утра бегал, с утра бегал, и я, значит, думал над тем, ну, есть вот, как бы, если ты хочешь управлять своей жизнью, по моей системе, есть, нужно выбрать себе три определения, про которые ты должен вспоминать, что я такой, и тогда ты будешь входить в это состояние, и я, и когда утром бегаешь, я как бы, ну, заряжаю, потому что голова, это компьютер, который постоянно, его вся окружающая реальность хочет разболтать, то есть, у каждого голова, на нее идут огромные потоки информации, Яков Шататин, я тебя прошу, пожалуйста, не нажимай лайк больше, вот на секундочку, останови, потому что он вот эти вот постоянно летающие штучки, твои фотографии, они сбивают, Яша, Яша, выключи, не нажимай, у тебя или кнопка за это самое, или он нажал кнопку, мне кажется, поставил на нее что-то, и она нажимается, Яков, выключи, пожалуйста, лайк, спасибо, потому что они летают все время, вот так окружающий мир выбивает, голову просто выносит мозги, да, потому что тут Яков Шататин один-один, и мы его попросили, он остановился, а рекламу ты выключить не можешь, ты едешь по городу, у тебя постоянно щиты, наружная реклама, радио звучит, телефон звонит, мессенджеры звонят, то есть, люди тебя просят что-то сделать, и ты нормальный человек, у него голова просто разобрана, и так как эти воздействия, неконтролируемые воздействия на голову идут постоянно с разных сторон, то у нормального человека голова просто расплючивается в течение там первых 15 минут дня уже все, он не свой, у него башка управляемая извне, да, теперь по моей системе нужно выбрать себе три слова, чтобы вспоминать себя, какой я, каким я выбрал быть, и ты себе заряжаешь, как бы, вот я такой, 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 и ты сам себе делаешь внешний напоминалки, каким я должен быть, то есть ты, окружающий мир, который тащит тебя произвольно в разные стороны, ты в него вставляешь сигналы, заранее заряжая, которые тебя должны вести по твоему выбору, внешний напоминалки, и я утром бегал, и как раз вспоминаю вот эти три слова, и у меня было второе слово, это мистик, я мистик, почему я мистик, раньше я был просто религиозный, но религиозный, это когда у тебя есть внешняя управляющая система, заповеди, ритуалы, установления, это, это религиозное, это внешнее служение Богу, мистик, это внутреннее служение Богу, когда ты внутри настраиваешься на Бога, и его начинаешь ощущать везде, свой внутренний контакт, так, как это сделать, первый Аллаха в Шулхана Рухи, первый закон Шулхана Рухи, вот с утра, да, законы вставания с утра, там есть дополнение Рамо, Шевите, Ашемлен, Адитамид, представляя все время Бога перед собой, и как это сделать, значит, наши мудрецы, были такие великие мудрецы, мистики, они представляли себе внутренний взор, как внутренний экран, они представляли себе буквы Юткей, Вавкей, четырехбуквенное имя Всевышнего, и когда ты на внутреннем экране, как медитация такая, закрываешь глаза, представляешь себе Юткей, Вавкей, и даже потом были татьи, я слышал, что они когда даже смотрели на мир, у них как бы внутри были как огненные буквы эти, да, Юткей, Вавкей, то есть они делали такой монтаж, они весь мир видели сквозь эти буквы четыре, да, и они тогда везде во всем видели проявление Всевышнего, это мистик, то, что называется, то есть это поиск и ощущение, есть хорошая книга, называется Маска Вселенной, где это все мироздание, это как маска Бога, и когда ты это осознаешь и понимаешь, что эта маска, она спадает, и ты видишь того, кто за этой маской находится, это мистик, тот, кто видит за внешней реальностью, он видит божественное присутствие, так вот, написано, что если ты повяжешь слова Торы на сердце свое, то есть ты каким-то образом привяжешь слова Торы, ты просто повторяешь, это как медитация такая, при Беде ты себе выбрал эти три слова, ты повторяешь, повторяешь, как устанавливаешь эту операционную систему, а потом в течение дня ты себе делаешь внешние напоминалочки, я такой, 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 оп, и ты когда это вспоминаешь, ты как бы переустанавливаешь систему, да, перезагрузил, секундочку, я вот такой, мои цели вот такие, и ты себя как бы заряжаешь на движение, как GPS, в выбранном тобой направлении, хорошо, значит, если ты в 20 отрывке выполнил то, что в 21, то, что сказал царь Соломон, завяжешь на свое сердце слова Торы, и они всегда будут там, и привяжешь их на свое сердце, тогда, когда ты идешь по жизни, она будет тебя вести, когда ты будешь лежать в кровати, она будет тебя охранять, когда ты будешь просыпаться от сна, она будет с тобой разговаривать, то есть, если ты выполнил, зарядил свой мозг, то даже, когда ты выходишь из сна, у тебя будут всплывать вот эти вот слова Торы, которые ты зарядил, понятно, да? 23 отрывок, вот мы сегодня на нем закончим, 23 отрывок, это одна из самых известных отрывков вообще в Мишле, которые везде, они разошлись, 23 отрывок 6 главы, такой, кинер митцва, потому что митцва, заповедь, это свеча, кинер митцва, ве тора ор, а тора, это свет, ведер хахаим, и путь жизни, то хахот мусар, наставление нравственности, увещевание, да, увещевание, что это значит? Значит, когда ты выполняешь заповедь, это ты как зажигаешь каждый раз свечу, то есть ты соединяешься с Богом, Бог сказал, я сделал, зажег свечу, тора ор, то есть тора, когда ты учишь тору, мы учим, то тора, это интеллект Бога, и ты как зажигаешь внутри свет, то есть одна заповедь каждая, это маленькая свеча, когда ты учишь тору, это как свет, божественный свет, который освещает твое мышление, ведер хахаим, А путь к жизни, жизнь это Бог, это вечная жизнь, да, то есть присоединение к Богу, идет через тохохот мусар, увещевание мусара. Мусар это переводится нравственность, но мы учили, что такое мусар. Мусар это от слова яасер, страдания, и от слова маасар это тюрьма. Когда ты можешь взять свое животное, внутренняя сущность в тюрьму и заставить себя делать вот эти заповеди, учить Тору, это и называется путь к жизни. То есть ты тогда выходишь на дорогу настоящей жизни, вечной жизни, божественного присутствия. И это известнейший отрывок, он прямо такой устанавливающий, да. Нер Митсва, каждая заповедь это свеча. В Тора это Ор. Тора, изучая Тору, ты освещаешь свое мышление, свою жизнь божественным светом. Тора, она от слова Ор, Тора, это прямо оно так и звучит. Тора это корень Ораа, обучение, и Ор это свет, то есть ты как бы изучаешь божественный свет. В Эдера Хаим, путь к жизни, то Хихот Мусар, нравственность. Так Бог сделал специально, чтобы было честно и справедливо, что правильные, хорошие вещи делать не хочется. Надо себя заставлять, но когда ты сделал, вау, пошел свет. Плохие вещи, тебе хочется их делать, но когда ты их сделал, они тебя разрушают. То есть катиться вниз легко, но ты катишься вниз к пропасти. Лезть вверх тяжело, но ты лезешь на гору, и когда ты залазишь на гору, это вечная жизнь, это путь к жизни. Все, классно мы получились. Три вывода из сегодняшнего урока, что Тору надо повязать полностью на свое мышление. Это мой первый вывод. И нужно себе расставить напоминалки, которые, отрывки из Торы все время они, ну как бы тебе напоминают. Это мой второй вывод. И вот это очень классный отрывок. Заповедь это свеча. А лучше всего выучите этот отрывок на иврите. Кто хочет, чтобы был свет такой, прямо оригинал свет. Знаете, есть там продают, кроссовки New Balance, сделанного в Америке, а есть продают, сделанного в Вьетнаме. Так вот, и то New Balance, и то New Balance, и то фирма, и то фирма. Но это типа сделано в Америке. Это New Balance, New Balance. Так то же самое, когда вы учите этот отрывок, 23-й отрывок из Мишли на иврите, и произносите его, и запоминайте, как он записан. Красиво, прям можно научиться писать его. Нер. Нер. Ти нер митсва. Нер это свеча. Как свеча заповедь. Веттора. Тора. Ор. Ор это свет. Веттора это свет. Ведере хаим. Путь жизни. Хаим это как жизнь. Лыхаем, когда пьют, это лыхаем за жизнь. Ведере хаим. Путь жизни. Тохаход мусар. Это увещевание вот этого мусара, работа над собой. Мусар это психология Торы. Это нравственность. Ну, переводят как нравственность. Но если взять, что такое мусар, это как раз психология Торы по управлению своей животной сущностью. Все. Я этот пасу хочу записать. И вот сегодня я его буду вспоминать и рассказывать. Смотрите. Давайте мы так сделаем. Я сейчас не могу. Я с телефона. Нас смотрит Яков Шатадин. Пожалуйста, напишите вот этот отрывок в комментариях. Нер митсва. Веттора. Ор. Ведера хаим. Тохиход мусар. Чтобы все могли его выучить. И просто записать можно его прям. Кинер митсва. Ветора. Ор. Ведера хаим. Тохиход мусар. Кинер митсва. Ветора. Ор. Ведера хаим. Тохиход мусар. Все, друзья. Удачи. Успехов. Напишите три своих вывода из урока, чтобы запомнить. И поделитесь ими с друзьями. Все. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Удачи. Успехов. Прекрасного дня. Удачи. 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 У